Ну что, друзья, в прошлом видеоролике, как вы помните, я сидел и думал, кого же прикупить? Месси, Мбаппе или же Роналду? Отчасти полвопроса решил арендованный Мбаппе, которого я могу затестить и сделать выводы, покупать его или нет. Ну и как вы поняли, по названию видеоролика с ним в компании, естественно, будет Леонид Мессевич, 93 рейтинг. Все статы крутые, конечно, вот по Исухе бы побольше хотелось, но я думаю, что Охотник решит этот вопрос. Так что сегодня мы сразу затестим двух топовых футболистов, это Килли Мбаппе и Леонид Месси. А если вы оперативненько понаставите 10 тысяч лайков под этим видосом, в следующем ролике будем тестить Криштиану Рональду. Друзья, перед тем, как мы продолжим, хотелось бы вам напомнить о своих спонсорах. Это мои надежные друзья из компании One X. В Лиге Чемпионов 28 числа будет крутецкая заруба, пассажиры будут играть против Манчестер Сити. И на кого бы сделать ставочку? Я бы ставил, наверное, на пассажиры. Все-таки хочется, чтобы клуб Леонида Месси начал прогрессировать. Вы свою ставочку можете делать по закрепленному комментарию, а если используете мой промокод, то еще получите бонус до 25 тысяч на свой первый депозит. Так что бегите по закрепленному комментарию или же просто используйте мой QR-код. Собственно, мой состав будет выглядеть вот таким вот образом. Я хочу попробовать заиграть новую схему. Узкий ромб. В общем-то, я заряжен, настроен на хорошую игру. Надеюсь, карточки меня не разочаруют. С вас лайкусить. Классный комментарий. Как вы знаете, первую сотню комментариев я лайкаю. И, собственно, let's go тестить Лео Месси и Килена Мбаппе. Так, первый состав. Это что? Вы успели это посмотреть? Я увидел двух кумиров. Я увидел Мбаппе неарендованного. И увидел Лео Месси. Это что за пиздец? Нормальный состав у пацанов. Я думал, я буду самым богатым на районе сегодня в выпуске. А тут смотрите, какой чил нарисовался. А вот вам и забросики. Так, тут у меня серебряный Анри. Серебряный Анри. Он тот еще бестяра, я вам базарю. Смотрите, оп, взял, отбор сделал. Сказать честно, вот в этой FIFA я не чувствую какой-то супер разницы между какими-то бичами и классными игроками. Я не знаю, может это на данном этапе? Охуеть, как это прошло. Ой, храни, боже, эти штанги в этой игре. Реально, я не понимаю, столько штанг просто на один квадратный метр. Блядь, еще один забросик от соперника. Он прям забрасывает нормально так. Он придрочился уже. Да, 1-0. Опять заброс. У него каждое действие это заброс, ребята. Это новая имба, чекайте. Блядь. Ну это Габелла, да. Тут я вообще ничего сделать не могу. Ух, хорошо Леонид Мессевич сейчас лонгшот пробил. Да, 3-0. Ох, какой заброс на Леонида. Леонид, просто решай. Просто решай, хорош. Гол престижа имеем от Леонида Мессевича. Это хорошо. Пробуем забросики. Хорошо. О, хорошо. Блядь. Ой, вот сейчас забить бы за Лео Месси. Может быть, как-нибудь дожали бы там, но нет. Ну-ка. Ну-ка. Блин, вот сейчас забей тот выход 1 на 1, блин. И счет был бы 3-3. Ну ладно. Один хуй как бы мы тут уже просрали. Скорее всего, ничего мне не поможет, да. Джи-джи, джи-джи. Ладно, соперник был сильный. Базару 0. Так, чем нас удивит второй соперник? Ну, тут состав определенно попроще. Вот БП вроде как быстро, но убежать от защитников практически нереально. Я вам базарю, какая-то хуйня тут с пейсом. То есть, ну, скорость прям не чувствуется от слова совсем. Да, я понимаю, что от этого многие, там, не знаю, неиграбельные типы из прошлых частей становятся играбельными. Когда ты покупаешь игрока с пейсом 90 с хером, ты хочешь как бы, чтобы он бегал на этот пейс. Ой, хитарян. Блядь. Разъебают. Че-то пока что, ребята, грустненько в этом выпуске. Ну, ща, подождите. Надо немножко разыграться просто. Вот так вот увидит забегание. БП! Нам БП хуй забьет выход 1 на 1 против ебаного, блядь, Хандановича. На, нахуй, блядь. Просто, блядь, как рукой закинул. Лео Месси. Хорош. Ну, ребята, лонгшоты в этой игре просто фантастика. Блядь, ну как это проходит? Ну почему меня голкипер в таких моментах не тащит, блядь? Ну вот объясните, сука. Блядь, ну отберите этот мяч. Да как он так контролит? Ну вы посмотрите, что за типы мне достаются, блядь. Ща в ахуй просто, блядь. Блядь, иди нахуй, МБП просто, иди нахуй. Ну ля, я в ахуй. Че за пианист мне достался? Ну смотрите, как он играет. Ну это просто пиздец какой-то. Че за лютый чел? Ну, МБП, хорош. Ну хотя бы здесь он зарешал. 2-2. Нормально. На. Да пиздец, как он это вытаскивает, блядь. Ну давай головой. Голову! Блядь, ну прям в голкипер. Да что ж мне так не везет-то? Все. А заканчивается у нас матч боевой ничейкой. 2-2. Так, next соперник. Опять серия А. Пепе Вертонген. А снизу португальская лига. Так, немецкие пасы надо проверить. Опа. Нормально так проверил. Нормально так проверил. Бля, МБП, иди нахуй, блядь. Если ты такие моменты не реализовываешь, блядь. Ну это прям вообще пиздец. Ну вы видели? Так. 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 Блядь, МБП, иди нахуй. Не, ну вот сейчас-то что тебе мешало? Просто Файнасом, блядь, в ближний ударь. Ёбаный рот. Блядь, ну что за пас отлива Месси? Ну увидели. Он прям, блядь, в пепе дает. Хотя я видел там четко коридорчик на МБП. Так, Месси, исправляйся. Да блядь, а что ж такое-то? Ну-ка, Файнас. Блядь, хорошо летело. Я вам базарю, блядь. С дальней дистанции шансы забить больше, чем, блядь, в упор. Так, кик-оффная сраная идет. Блядь, на кик-оффная сраная идет, блядь. До этого я не помню, когда у меня вообще поражение было, когда я играл за свою АПЛ-ку, блядь. Добавил двух топчиков, все, пиздец, блядь. Все резко стали киберспортсменами. Не знаю, вот так вот что ли делать? Блядь, он опять тащит. Что у него на воротах? Боже. Я даже не могу произнести фамилию этого чувака, который на воротах стоит. Одиссеяс какой-то стоит. Все нахуй тащит. Хотите, экспериментальный ролик на своем канале я сделаю, где я какого-нибудь бомж, нон-рар, бронзового голкипера возьму и буду с ним играть? На нахуй, блядь. Вынимай. 1-1. Опять ничейка. Я не знаю. Просто, блядь, все разом научились охуительно играть. Или я просто с появлением этих двух челов разучился внезапно. Так, что дальше? Опять серия А. Ну, тут уже состав посерьезнее будет. Вот так вот. Алло, Месси. 1-0. На спакухе, без тельтухи. Так, хорошо. Дальний. Блядь. Я в этом матче на дикой спакухе, поэтому мало что говорю. Чисто на фулл концентрации игра. Хочется уже выиграть. Я, блядь, не знаю. Ну, вот только вот так вот играть. Ну, типа, у меня даже радости никакой нет от этого лонгшота. Он меня сейчас кик-оффну забьет. Да. Блядь, перекладина. Какое бы красивое завершение было этого выпуска. Блядь, опять ничья. Ну, это что за проклятие ебаное? Ну, что это, блядь? Три ничьи подряд, блядь. Вы достигли этапа сезона. Что это все такое, блядь? Что такое? Что я сделаю, блядь? Ну, и, наверное, пора подвести итоги. Баппе мне абсолютно не понравился. Три гола, два асиста. Я не знаю, может, из-за того, что я в тельтухе был, так херово играл. Может, реально все внезапно научились охерительно играть. Я хз. Вот Лео Месси мне зашел. Его дальние удары прям конфеточка. Поэтому я думаю, что Месси я оставлю. Четыре матча, четыре гола, два асиста. Два-три гола он забил точно с каких-то дальних дистанций. Поэтому этот лонгшот-мастер мне точно нужен в команде. Просто ради интереса, ребята. Хочу сейчас просто взять свой сквад АПЛ и пойти в Division Rivals. Так, тут у нас Ла Лига вроде из серии А чуть-чуть. Чё-то серия А очень популярна в этом сезоне, я смотрю. Вот так вот сразу же забиваем на второй минуте. Лукаку топ-форвард за свои деньги. Нахер вашего МБП, как говорится. Нихуя пас прошел. Окей, 1-1. На нахуй, блядь. Кик-офф на. Кто говорил, что кик-офф на отключили? 2-1. На! Да, пиздец, что тащит ли ком-то? Пиздец, ну как пробивать голкиперов? Ну, какой у меня XG? 5-7. У соперника 0-5. Так, хорошая подача, как он может пройти? И он это тоже тащит. Я, блядь, не знаю, ребята. Кто это? Кто? Чё за лысый хуй у него стоит на воротах? Ну пробей же его, блядь. Ну. Бля, пацаны, ну это пизда. Ну, у меня просто уже нет слов. Яшники прям очень сильно перестарались с голкиперами. Как такие бомжи, блядь, такие невероятные сейвы, блядь, делают? Ну, братан, просто, блядь, забей. Ладно. Как бы там ни было, в этом матче мы выигрываем, блядь. Пока у меня тут стресс не начался, нужно заканчивать этот выпуск. Лекон Те у него лучший игрок в матче. Чекайте. Удары 23. Я в ахуе. Ну и, собственно, вот, ребята. На данном мой видеоролик заканчивается. Опять же, подводя итоги, скажу, что Лео Месси мне понравился. Да, не без минусов, где его постоянно отталкивают. Но, в целом, карточка бомбезная. Особенно под лонгшоты. Это то, что, блядь, работает в этой части FIFA. Как бы абсурдно это ни звучало. С дальней дистанции запить более вероятнее, нежели при выходе 1 на 1. Потому что голкиперы в этой части FIFA это просто кошмар какой-то. Пишите, что думаете по поводу данного видеоролика. И, в целом, того, что происходило в данном видео. С вами был я, Пандосов Иксович. Ставьте лукасы. И напоминаю, если вы набираете 10 тысяч лайков, я делаю отдельный видосик про Криштиану Роналду. Он, я надеюсь, меня не разочарует.